Уважаемые коллеги, наш второй сегодняшний брифинг посвящен социальной поддержке и защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ответов на интересующие вас вопросы мы сегодня пригласили председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования Республики Казахстан, заберу Жандаровну Розалиеву, председателя правления Лиги Женщин Творческой Инициативы, заместителя председателя консультативно-совещательного совета неправительственных организаций при Комитете по охране прав детей, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан Асию Хайрулину Укеевну, руководителя Координационного совета общественного движения «Ребенок должен жить в семье» Шулпан Байбулу Бутирегбековну и заместителя председателя Комитета по охране прав детей Абдекарим Маншух Саметовну. Мы благодарим вас всех за участие в нашем брифинге и за Вера Жандаровыкина, пожалуйста, вам слово. Продолжение следует... 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 Для этого проводится разъяснительная работа среди населения. По данным местных исполнительных органов до 2020 года будет еще открыто порядка 9 семейных домов семейного типа и деревень семейного типа. Одним из важных направлений деятельности комитета совместно с местными исполнительными органами является работа по выявлению семейного неблагополучия, работа с семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В этом направлении ведется очень большая работа. Здесь сидят мои спикеры, коллеги, руководители неправительственных организаций, которые могут более полно и дополнительно дать разъяснение в этом направлении, что делается. В целом в республике введено материальное стимулирование патронатных воспитателей, опекунов и попечителей, принявших детей-сирот в семью. Начиная с 2004 года получила развитие форма патронатного воспитания и патронатным воспитателям выплачивается заработная плата. Это примерно порядка 35 тысяч и выше, как педагогическим работникам, а также пособия на содержание ребенка порядка 16-18 тысяч. С 2011 года производится ежемесячная выплата пособия опекунам и попечителям в размере 18 тысяч 500, то есть это 18 месячных расчетных показателей. Благодаря принятым мерам за последние 5 лет общее число детей-сирот в стране сократилось на 8 тысяч 812 человек. Число воспитанников детских домов сократилось на 5 тысяч 237 детей. Теперь уже, начиная с января 2015 года, гражданам Республики Казахстан, усыновившим детей, будет производиться единовременная денежная выплата в размере 75 месячных расчетных показателей. Это порядка 148 тысяч тенге. Для воспитанников детских домов в Республике действует многоуровневая система социальной защиты и в целях социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни выпускников в обществе открыты дома юношества. Их сегодня 35 домов в юношестве. В них порядка полутора тысяч воспитанников, выпускников, вернее детских домов от 16 до 23 лет, которые проживают и в том числе более тысячи 18-летние. В целом обеспечивается бесплатное проживание выпускников детских домов в доме юношества. Государство предоставляет им возможность не только проживать бесплатно, но и обеспечивает им получение профессиональной подготовки, первой профессии, трудоустроиться или продолжить в целом свое образование в вузах и колледжах. Во время проживания в домах юношества выпускники детских домов самостоятельно могут организовывать свой быт, планируют свою жизнь и тем самым вливаются в общество в целом. В прошлом году был принят закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилье. Данный закон предусматривает первоочередное обеспечение детей-сирот на получение жилья и ответственность законных представителей за сохранность жилья. Кроме того, для выпускников детских домов определена квота государственного образовательного заказа при поступлении в вузы и колледжи. К примеру, в текущем году по итогам конкурса 355 выпускников детских домов детей-сирот получили возможность обучаться на государственном гранте в вузах по выбранным им специальностям. На период получения образования предусмотрено бесплатное проживание, питание, то есть мы обязательно предусматриваем проживание в общежитии, обеспечение учебниками, мягким инвентарем и всем необходимым оборудованием. Также дети данной категории имеют право на получение пособия по потере кормильца, стипендия в период обучения и право на получение в первоочередном порядке жилья. На ряду с этим порядка 197 выпускников детских домов из числа детей-сирот, обучающихся в организациях технического, профессионального, высшего образования, являются обладателями образовательных грантов первой леди Республики Казахстан Сарал-Пысовны. И с текущего года при поддержке Сары Алпысовны порядка 7 тысяч, 6 889 воспитанникам детских домов были открыты депозитные счета в пользу детей-сирот в указанном количестве на получение образования, то есть открыты накопительные вклады на получение образования. И это дает возможность выпускникам уже детских домов, воспитанникам получить образование не только на госгранте, но и за счет уже накопленных средств на платной основе тоже. В целях профилактики социального сиротства ведется работа по обучению психологов, социальных педагогов и в первую очередь по работе с неблагополучными семьями. С общественным движением «Ребенок должен жить в семье» заключен меморандум по развитию института приемной семьи и наиболее полно об этом расскажут присутствующие здесь спикеры. Добрый день, спасибо большое за возможность выступить сегодня перед вами. В продолжении выступления Собири Жандаровны хотела бы сказать, что действительно нашим общественным движением был подписан совместно с Комитетом по охране прав детей меморандум о развитии института приемной семьи. Я сейчас более подробно об этом скажу. Просто хотела сказать, что действительно в Казахстане большое внимание уделяется обеспечению защиты детей-сирот и обеспечению проживания, очень достойного проживания детей в детских домах. То есть идет очень хорошее финансирование и также предоставляются различные льготы детям-сиротам, и детям предоставляется возможность и после детских домов проживать в домах с юношества и так далее. Но тем не менее, я думаю, ни один детский дом все-таки не заменит детям семью. И в этом смысле именно поэтому мы и хотим развивать нашу работу. И я бы хотела сказать о том, что все-таки первостепенное значение имеет профилактика социального сиротства. Потому что если мы посмотрим опять-таки статистику, то в год порядка двух тысяч детей поступает в интернатное учреждение. Это дети из неблагополучных или кризисных семей. Если государство будет развивать специальные социальные услуги, которые будут оказывать именно поддержку вот таким вот семьям в кризисе, в трудной жизненной ситуации, а собственно никакая семья, ни одна семья не застрахована от того, чтобы попасть в такую ситуацию, к сожалению, всякие бывают в жизни вещи. И если будет оказываться раннее выявление и оказание социальной, психологической, юридической помощи, то процентов на 40-50 можно будет сократить поступление детей в интернатное учреждение. То есть эти дети смогут остаться в своих кровных семьях. И это самое главное, и это должно быть приоритетом. И опять-таки необходимо развивать институт профессиональных патронатных семей, которые могли бы как раз заменить интернатные учреждения. То есть это те семьи, которые будут обучены, пройдут специальное обучение, и они смогут принимать детей на временное попечение для того, чтобы уже с кровными семьями проводилась реабилитация, и ребенка можно было вернуть. Или если это невозможно, то чтобы находились уже замещающие семьи, то есть это либо опекуны, либо патронатные воспитатели, либо усыновители. А для этого необходимо в первую очередь развивать специальные услуги, социальные услуги, как я сказала, и для этого необходима подготовка специалистов. Это детские психологи, которые будут работать с такой категорией детей. Это семейные терапевты, которые тоже будут работать именно с этой категорией семей. И это юристы, которые будут консультировать как потенциальных приемных родителей, так и тех родителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И это может сделать только государство. То есть это финансирование государства, это обеспечение образования этих специалистов, потому что ни одна коммерческая организация, к сожалению, не сможет на длительный срок и качественно это сделать. То есть должна быть обязательно такая услуга. И еще хотел бы сказать, что обязательно необходимо развивать услуги по подготовке потенциальных приемных семей и по сопровождению уже существующих приемных семей. Потому что для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в семье, для того, чтобы при малейшей какой-то конфликтной ситуации или какой-то сложной ситуации в приемной семье специалист мог оказать помощь и поддержку. И чтобы эта семья никак, опять-таки, не развалилась, чтобы не было риска возврата ребенка в интернатное учреждение. Вот. И такую работу мы сейчас совместно с комитетом по хране прав детей начали. Я очень надеюсь, что нам удастся вот сейчас и в городе Астане, и в Алма-Ате запустить пилотные проекты. Я бы хотела сказать о том, что мы уже вот, ну как сказать, ребенок должен же семье, наш проект мы запустили в городе Талгари на базе частного детского дома. Такой проект, то есть такой мини-центр поддержки семьи. Там у нас работает юрист, социальный работник, детский психолог и семейный терапевт. И у нас уже есть некоторые успехи, потому что вот за совсем небольшое короткое время двое детей уже у нас уходят на патронат, один ребенок сейчас готовится на усыновление. И можно сказать, что, вы знаете, это действительно очень приятно, вот, видеть вот такие вот, такие вещи. И очень приятно, что на самом деле у нас люди готовы, да, заботиться о приемных детях. И они готовы, кстати, идти на встречу, но им нужно помогать, да, и их нужно обучать, их нужно поддерживать. Вот, поэтому я думаю, что, ну не за горами все-таки, вот, что мы организуем такие службы, и государство действительно повсеместно будет, может быть, на базе детских домов. То есть это будет некая такая трансформация существующих детских домов, вот, службы поддержки семьи. Либо это будут какие-то службы отдельные. Это вот покажет уже работа, насколько это будет эффективно. Спасибо. Спасибо большое тоже за возможность выступить. Мне бы хотелось бы дополнить слова своих коллег именно по вопросу опеки-попечительства. Как вы, наверное, слышали сейчас по цифрам, по статистике, из 33 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детишек, 22 тысячи находятся под опекой-попечительством. Находятся в семьях своих близких родственников, находятся в семьях в основном пожилых людей, бабушек, дедушек, теть, дядь, которые, значит, не оставили своих близких детишек вот в беде, когда они лишаются своих родителей. И надо сказать, что вот в этом плане с Комитетом по охране прав детей была проделана громадная работа. До этого времени, до 2011 года опека-попечительство осуществлялись на бесплатной основе безвозмездно. Представьте себе, да, что вот если, например, на одного ребенка выделяется такая сумма, ну, предположим, сейчас где-то около 100 тысяч, да, тенге в месяц, то, например, на опекаемого ребенка не выделялось бы вообще ни одной копейки. То вот была проделана работа такая с Комитетом по охране прав детей, когда вот усилиями Комитета, усилиями неправительственных организаций, в том числе и нашей организации, мы добились того, что было принято постановление о выплате опекунских пособий. Мы, конечно, все прекрасно понимаем, что это пособие, оно недостаточное. Недостаточно. 18 тысяч тенге на то, чтобы содержать одного ребенка, это, конечно, крайне мало. Но я думаю, сделан вообще это большой шаг, который нам дает возможность его развивать. И вот в этом плане мы сейчас работаем вместе с Комитетом по охране прав детей, из группы депутатов, которая сейчас подготовила проект, который мы ждем с нетерпением и надеждой. Этот законопроект даст возможность нашим опекунам и попечителям получать достойное пособие, которое позволило бы ребенку получать весь комплекс вот этих услуг, возможность иметь полностью доступ и к образованию, и возможность быть обеспеченным, жить в благополучной семье. И я хотелось бы присоединиться вот к словам Шолпан в плане того, что служба поддержки семьи, центры поддержки семьи, деятельность по поддержке семьи, это также должна касаться и этих опекунов-попечителей. Понятно, что только сопровождение вот таких вот семей, чаще всего, которые находятся в такой очень сложной, тяжелой жизненной ситуации и обстановке, и не всегда это социально обеспеченные такие слои, это, конечно, поддержка была бы крайне важной, потому что мы знаем, что есть такие вопросы очень тонкие, например, бабушки и дети, да, то есть это громадный разрыв возрасте, и бывает, что очень часто поступают нам такие вопросы в организацию по поводу того, что не справляются с воспитанием, подростковый возраст, бабушки, дедушки, иногда для них это сложно. Кто как-нибудь психологи, специальные службы могли бы прийти к ним в этот момент? Кто как несоциальный работник помог бы им оформить все бумаги, необходимые для того, чтобы получить необходимые социальные пособия, обеспечение, знать те органы, куда надо пойти обратиться в том или ином случае? Поэтому, конечно, вот эти вот два вопроса вот этого материального, повышения материального благополучия таких приемных семей, а также психологического, социального, это вот, наверное, та важная часть работы, которую мы будем совместно осуществлять. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы переходим к вопросам. Пожалуйста, подходите к микрофону, задавайте интересующие вас вопросы, не забывайте представляться, и мы ждем активного участия. Пожалуйста, первый вопрос. Представьтесь. Газета «Вечерний Астана» Шелпанат Балаева. Я уже больше 20 лет вообще в детской тематике, у меня такой вопрос. Вообще, усыновить ребенка все эти годы, я вот слышала мнение людей, которые этим занимались, усыновить ребенка всегда было очень сложно для граждан Казахстана. Как сейчас обстоят дела вот в этом плане? Спасибо. Кто начнет? Пожалуйста. Можно мне ответить, да, на этот вопрос? Просто не как государственный, да, служащий, как днепрессионная организация, которая вот работает в этом плане. Надо сказать, что у нас действительно вот есть часть таких социальных мифов и стереотипов, которые говорят о том, что усыновить это практически невозможно. На самом деле вот список документов, которые нужно подготовить для усыновления, он просто очень такой скромный, честно говоря, и он очень спокойно может быть подготовлен в течение совершенно небольшого количества времени. Другое дело, конечно, то, что многие усыновители ожидают, что они, придя в любое детское учреждение, моментально найдут то, что им хотелось бы увидеть рядом, ну, в своей семье. И эти ожидания часто бывают завышенными, потому что понятно, что дети, которые в детских домах и домах ребенка, это не дети, которые выросли в розовых колыбельках, они пришли из самой крайней неблагополучной ситуации, они пришли из самых страшных жизненных ситуаций, и поэтому на многих у них есть вот эти, ну, печать вот этой жизненной ситуации. Многие из них бывают психологически травмированные, у многих есть различные физические какие-то заболевания, а наши усыновители чаще не, как сказать, ну, не согласны, вот, боятся, может быть, даже принимать детей в семье. И, наверное, это самый такой сложный вопрос, который вот у усыновителей возникает, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Я, наверное, дополню здесь, наверное, вот эти мифы, они возникают из-за того, что люди все-таки ищут похожих на себя детей, чтобы этот ребенок особо не отличался по внешним признакам от данной семьи. Ищут малюток с молодых возрастов. Естественно, вот этот момент, он должен учитываться. То есть это не потому, что тот или, скажем, иной перечень документов сложный, что его сложно собрать. Нет, просто люди не могут найти того, кто похож на них внешне, соответствует их ожиданиям по возрасту. То есть вот такие только сложности. И я хотела бы просто дополнить статистикой. У нас сегодня в республике более 2,5 тысяч родителей стоит в очереди. Из них где-то порядка 10% изъявляют желание усыновить ребенка старше 6 лет. Остальные более 2 тысяч детей хотят... Ой, родители хотят усыновить в возрасте от 0 до 3 лет, причем только здоровых детей. Вот поэтому у нас сегодня и существует очередность, потому что в детских домах у нас практически такого возраста здоровых детей, похожих на потенциальных усыновителей, практически нет. Поэтому есть очередность. Здесь нужно правильно понимать, потому что здесь более излияние самих усыновителей, а не детей. Наши дети, в принципе, в детских домах, они готовы к тому, чтобы их усыновили. Но, как правило, они у нас все практически с какими-то заболеваниями есть, что во многих случаях не устраивает наших казахстанских граждан. Пожалуйста. Я бы еще хотела обратиться к вам, как к журналистам. Очень важно доносить до людей, что, во-первых, если ребенок там, и, как правило, они действительно чем-то больны, но это, как правило, это все-таки излечимые болезни, и нужно просто ребенка улечить в смысле... И даже часто это бывает где-то, может быть, педагогическая запущенность, где-то стресс психологический, да, и когда вот идет индивидуальная забота и любовь в семье, вот когда берут ребенка, тогда очень многие проблемы решаются сами собой. На самом деле, вот как бы международная практика это показывает, и поэтому очень важно, чтобы все-таки ребенка брали. Потом и еще нужно говорить людям о том, что у нас не только усыновление, у нас есть еще опека и патронат, что можно воспользоваться именно этими формами, да. И надо учитывать, что не все дети, к сожалению, могут идти по своему статусу на усыновление. И поэтому, допустим, сегодня приходят, говорят, я хочу усыновить ребенка, а именно этого ребенка, там, 5 лет, там, девочка, там, такого-то нации, и именно в это время в детском доме нет. Это же не магазин игрушек, понимаете? Там дети со своими судьбами, и зачастую очень такими, ну, сложными судьбами. Поэтому вот такие моменты нужно доносить до людей. То, что если вот они решили все-таки взять этого ребенка, они должны прийти и посмотреть, они должны вот проникнуться сердцем. И это на самом деле очень важно. Большое спасибо, пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо за субтитры Алексею. Спасибо за субтитры Алексею. Первый вопрос. Вот Вы говорили, что в последнее время увеличилось число детей-сирот. Как Вы думаете, с чем это происходит? Почему так происходит, что они увеличиваются? И второй вопрос. Сколько государство тратит на обеспечение ребенка в детском доме? Спасибо. Благодарю. Ну, во-первых, у нас не увеличивается количество детей-сирот. У нас уменьшается количество в детских домах и вообще. Содержание одного ребенка в детском доме составляет в год 118 тысяч тенге. Так, значит, у нас содержание одного ребенка в год составляет около полутора миллионов тенге. В месяц около 118 тысяч тенге. И в день около 4 тысяч тенге. Содержание одного ребенка в детском доме. Это точные цифры. Не зависит от региона для всех одинаковых? Это зависит от региона. Зависит. У нас, мы берем, значит, стоимость это вот по Астане пока идут. А в регионах, например, в Кустанае, северо-казахстанской области порядком ниже. Я прошу прощения, я, наверное, не так расслышу. Получается, у нас уменьшается, да, количество детей-сирот. У нас уменьшается. Если брать, предположим, анализ, взять статистических данных количества детей-сирот, предположим, в 2011 году, их у нас было 47 тысяч. На сегодня у нас 33 тысячи детей. Спасибо. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Информационное агентство «Бенгюзский ЗЭТ». Меня зовут Надежда. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются для того, чтобы защитить права усыновленных детей? И второй вопрос. Имеется ли случай возврата детей, усыновленных гражданами РК, назад в детские дома? Спасибо. Ваша, спасибо за вопрос. Значит, в каком плане защищать права усыновленных детей? Усыновленные дети, они уже считаются не детьми-сиротами. Они считаются членами той семьи, которая их усыновила. Соответственно, защищать их права должны те родители, которые их усыновили. Я ответила на ваш вопрос. Возврат детей у нас как ни печально звучит, но у нас происходит. Статистика наша ежегодная, которая составляет, в общем-то, где-то порядка 10-15 детей в год у нас возвращаются из семей, вот казахстанских граждан, в детские дома. 10-15. Чаще всего это происходит, значит, в основном это случаи выявления там заболевания у родителей. Очень сложно проходит адаптационный период между родителями и ребенком, если это ребенок более старшего возраста. Вот бывает так, что даже сами родители иногда не готовы к приему ребенка. И поэтому у нас в год, как показывает статистика, от 10 до 15 детей возвращаются в детский дом. Можно еще добавлю я, да, что вот с недавнего времени усыновители должны будут предоставлять ежегодный отчет до 18 лет о том, каким образом ребенок растет, развивается, его здоровье и обучение. У меня один вопрос, Забира Жандаровна. Какие требования предъявляются для иностранцев при усыновлении либо удочерении детей из детдомов? Есть ли конкретные правила? Какие требования предъявляются иностранцам при усыновлении или удочерении детей из детдомов? Значит, все вы знаете, что в 2011 году был принят кодекс о браке и супружестве, да? В этом кодексе подробно описан порядок усыновления иностранных граждан. До принятия, значит, после принятия кодекса усыновление иностранных граждан у нас происходит через аккредитацию международных агентств, которые проходят аккредитацию у нас. Соответственно, иностранные граждане берут, значит, усыновляют детей только тех, которые, в общем-то, состояли у нас на первичном, региональном и централизованном учете. Это занимает порядка шести месяцев, состоящих на учете. Соответственно, они усыновляют только тех детей, от которых в свое время отказались казахстанские граждане. Все эти документы предоставляются при прохождении, значит, при рассмотрении об усыновлении дел в суде. И, соответственно, в общем-то, процедура самого усыновления иностранными гражданами занимает, общаются они в течение месяца с ребенком. Наши казахстанские граждане две недели только общение проходят, а иностранные граждане в течение месяца. Процедура сама с подачи документов вплоть до суда занимает пределы где-то от одного до полутора лет. Иностранные граждане это усыновляют. Спасибо. Пожалуйста. Первый канал Казахстана, Маржан Ордавай. Почему такая разница в цифрах? 118 тысяч выделяется в месяц на содержание ребенка в детском доме, а родителям усыновленного ребенка выделяется ежемесячно только 18 тысяч деньги. И будете ли вы вносить инициативу в законодательство, чтобы родителям усыновленных детей платили больше? Я понимаю, что в эти 118 тысяч входит зарплата преподавателей, отопление и так далее. Не легче ли как-то заинтересовать родителей, которые хотят усыновить ребенка, так же с финансовой стороны. Допустим, сделать 90-80 тысяч деньги ежемесячно. Можно? Да. Я прошу прощения. Да, вы правильно заметили, что в 118 тысяч у нас входят оплатой коммунальных услуг, содержание воспитателей в детском доме. И правильное, значит, замечание того, что с нашей стороны должны быть какие-то меры. На сегодня у нас в рамках исполнения поручения главы государства, значит, у нас сейчас проводится такая работа, что мы создаем детские дома, в смысле даже не детские дома, может быть, ну да, наверное, детские дома на базе семьи. Где-то у нас финансирование это будет предусматривать, будем предлагать эту форму. И, соответственно, будем учитывать, конечно же, если будут, найдутся семьи, которые согласятся принять в свою семью воспитанников детских домов, там порядка 10 человек, соответственно, мы им будем, есть возможность предусмотреть, оплатить их те расходы, которые оплачиваются и в детском доме. То есть мы будем предусматривать расходы помимо содержания, предусматривать будем и заработную плату, ремонт, в общем-то, капитальный текущий ремонт. Вот эти вещи мы все сейчас прорабатываем, и это будет. Чтобы все-таки иметь возможность в целях разгрузки крупных детских домов, чтобы передавать воспитанников именно в семьи. И материально, конечно, мы будем поддерживать. Во всяком случае, нормативная база нам позволяет это. Еще такой вопрос. Можно я дополню по этому вопросу? Весной обсуждался законопроект в Комитете по социально-культурному развитию, мы жили с парламента, и в этом законопроекте как раз предусмотрено повышение пособий для замещающих семей. То есть это опекуны, патронатные родители, и там также налоговые льготы. То есть достаточно очень хороший такой законопроект. Я не знаю, пройдет он или нет, потому что это же все-таки деньги, и государству нужно будет делать свои расчеты и повышать финансирование. Но хочу сказать также, что это, конечно, очень важно и очень нужно. Но мировая практика, и в частности, допустим, в России, поскольку мы изучали этот опыт России, он показывает, там проводились исследования, там говорят о том, что сами усыновители опекуны, они говорят о том, что для них важнее не сколько материальная поддержка, а сколько именно психологическая, социальная поддержка, именно социальная поддержка, поддержка именно социальных работников и психологов. И вот это направление тоже нужно развивать, и оно тоже потребует финансирования. Вот здесь нужно вот эти бюджетные средства как-то туда перевести. Еще такой вопрос. Каким образом контролируете жизнь, судьбу тех детей, которых усыновили? Каждый месяц ходите или как это происходит? Все-таки, опять же, я, наверное, повторюсь, потому что Ксения давно уже говорила, усыновленные дети – это уже дети в семье, и это уже чьи-то дети. Поэтому контролировать чьих-то детей мы не можем и не имеем на то права. Другое дело, что усыновители обязаны первые три года подавать, представлять в Комитет по охране прав детей и же каждые полгода отчеты. О состоянии ребенка, о состоянии в семье и так далее. То есть каждые полгода, первые три года они дают отчеты, то есть два раза в год, первые три года. А в последующем ежегодно дают такие отчеты, представляют о том, как живется ребенку в данной семье. Поэтому мониторинг ведется, анализ осуществляется. Но вмешиваться в чью-то семейную жизнь и нарушать тайну усыновления никто не имеет права. Как известно, у некоторых детей-сирот есть свое жилье, хотя они живут в детских домах. Как осуществляется сохранность этого жилья, чтобы у них никто не забрал это жилье? Спасибо. Органы опеки определяют именно опекунов и ответственных законных представителей, которые обязаны обеспечивать сохранность этого жилища. И при этом ограничивается право распоряжения данным имуществом. То есть имущество остается в сохранности до тех пор, пока ребенок не выйдет из учреждения интернатного и сам не получит правоспособность распоряжаться собственным имуществом. Спасибо. Вам спасибо. Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить всех.